Так, ну что моя банда, наступил очередной день. Я вас, конечно, всех приветствую. Полная, полная патчанга. Находимся на острове Тенерифа в городе Лос-Крестьянос. Вроде бы эти города здесь друг друга так переходят, поэтому не всегда знаешь, в каком городе находишься. Но нормальное явление. Как видите, жизнь здесь продолжается. Смотрите, сегодня очень много народу. Все гуляют, отдыхают, потому что светит солнце. Температура примерно такая где-то 26-27, не знаю точно. Ну, в общем, знаете, такая температура, когда нет такой сумасшедшей бешеной жары, но одновременно жарко. То есть жарко, можно купаться. Все купаются. Мы сейчас тоже идем на пляж. Можно здесь, конечно, купаться, на этом пляже, а можно пойти дальше, в ту сторону. Тут есть очень красивые пляжи, но до них надо идти дальше. А есть такие, которые менее красивые, менее некрасивые. Они из-за того, что здесь как бы такие типа промышленные зоны. Это не промышленные зоны, на самом деле. Здесь просто прибывают корабли. Видите, здесь несколько кораблей. Фред Олсен, компания кораблей. Сюда прибывают паромы, такие паромщики, которые друг друга возят. Людей, точнее, возят с одного острова на другой остров. И другая компания, Армаз, тоже сюда прибывает. Вот такая вот здесь обстановка. Так, ну, в общем-то, все так же, все так же. Я вот смотрю, знаете, как каждый день, когда ты выходишь, да, первый день все как бы вау-вау-вау. Потом ты уже здесь что-то знаешь. Потом ты уже третий день еще что-то знаешь. И вот так каждый день какие-то вещи больше-больше узнаешь. И уже на следующий день наблюдаешь. Так, здесь все нормально, все нормально. Эти стоят, эти стоят. Этого уже знаешь, того знаешь, третьего знаешь. То есть потихоньку вникаешь в местную жизнь, если так можно, конечно, выразиться, потому что вообще вникнуть полностью в местную жизнь, это очень, наверное, надо все-таки быть, скорее всего, местным, чтобы полностью движухи все понимать, да? Но все равно уже многие-многие вещи понимают, что здесь происходит, как чисто в туристических темах, так и абсолютно не в туристических, чисто на местах таких темах. То есть кто чем живет, как говорится. Вот такие вот здесь дела. Так, сейчас пойдем на следующий пляж. Вон там вот он начинается. Там где-нибудь приземлюсь. Не знаю, подумаю, полежу, как развивать нашу Пачангюрскую империю дальше. Вы тоже, если есть какие-то мысли, конечно, советуйте, пишите, что будем делать. Также подумаю. Ну вот я сегодня как-то встал, после, вчера я был на одном концерте, на спектакле точнее, очень такой, мне очень сильно понравился этот спектакль, вот буду говорить, как есть. Стоил он около 50 евро. Но я не знаю, дорого это или дешево это. Ну, знаете, вождь гуляет. Вот, я знаю, что вождь, конечно, завтра будет голодать. Но сегодня вождь гуляет, вот, поэтому не важно, дорого это или дешево это. Вот, тем более, если у меня спросить, это абсолютно недорого. Просто все же в сравнении познается, когда у тебя не бывает денег, чтобы выпить чашечку кофе или там кусок хлеба съесть, то, конечно, 50 евро это относительно так. Что-то я не понял, куда мы пришли. А, все понятно, нам туда надо. Это относительно большая сумма, да, как думаешь, ничего себе, 50 евро. А когда, ну, так, 50 евро, 50 евро. Одним словом, неважно, суть в искусстве. То есть, спектакль мне очень сильно понравился, к сожалению, перед, во-первых, самим спектаклем сказали, что обязательно, чтобы выключили камеры, убрали телефон и все убрали. И также во время самого спектакля один там чувак пытался кусочек записать, к нему подошел, охранник тоже сказал камеру убрать. Но, несмотря на это, я в тайном режиме пытался, естественно, для моей банли, для вас записать, хотя бы чуть-чуть, да. Но зум был очень плохой, потому что я саму запись не видел. То есть, я записывал, но не видел, как записывается, потому что свет надо было сделать так, чтобы не было света. Поэтому я прикрыл. И так получилось, что я сам не вижу, что записываю. И так наугад, примерно ориентируясь, записывал. Вот. И что-то получилось. Но получился такой момент, я вам его покажу. Там, где он танцует этот танец. Идальгу нашу Кабалеру, как он танцует, жестко так зажигает. Такой настоящий джимми. Такой жесткий махмудовский танец там у него произошел. В общем, смотрите, даже несмотря на то, что при плохом зуме, все равно виден, виден, ну, мне так кажется, по крайней мере, я надеюсь, по крайней мере, что передастся вам чуть-чуть эмоции, чуть-чуть темперамента, который там происходил. То есть, вот эта энергия, которая там пребывала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джейни танцуй, па Чяньо полное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...